Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим по поводу программы 500 плюс, какие изменения произойдут в 2021 году. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Как известно, что с 2019 года все те, кто оформил себе 500 плюс, не нуждался подтверждать какие-то данные. Просто каждый получал 500 плюс автоматически каждый месяц, и эта децидия каждому была выдана до 31 мая 2021 года. Теперь с этого года, с 1 января 2021 года, для того, чтобы дальше получать 500 плюс, вам нужно будет заново подать внески для продления 500 плюс. Пару месяцев тому назад в интернете появилась информация, что в казне нет денег, не хватает ее для выплат детям пособий этих, так, в связи с коронавирусом и так далее. Но Министерство труда и социальной политики сразу же отреагировало и сказали, что в 2021 году все будут получать 500 плюс без проблем, без всяких бонусов и так далее, потому что денег в казне еще есть, и потому что на эту помощь были выделены специальные средства, и никто их не трогал, поэтому сразу всех предупредили, что не пугайтесь, все будет хорошо, и 500 плюс будет выплачено каждому на старых условиях, как это было и ранее. Как вы знаете, в программе 500 плюс могут также участвовать иностранцы, то есть это пособие по выплате финансовых средств на содержание ребенка. Для того, чтобы иностранец мог оформить данное пособие, у вас должна быть карта с доступом к рынку труда, и дети ваши должны находиться на территории Польши. Если вы находитесь, например, на визе, то вы также можете податься на пособие 500 плюс, я вам оставлю ссылочку на закон, где это указано, поэтому вы можете тоже подать этот внесок и без проблем оформить себе 500 плюс. Если же у вас стоит печать в паспорте, и вы в ожидании карты временного побыта, то вы также имеете право подать внесок, но начислят вам финансы только после того, когда вы принесете им децизию о том, что у вас положительная децизия, и вам будет выдаваться карта с доступом к рынку труда. Все те люди, которые находятся сейчас на территории Польши во время эпидемии, то пособия будут продлены до конца эпидемии плюс 30 дней. То есть у вас все автоматически будет тоже продлено. Если же у вас была карта, допустим, до 1 января 2021 года, то пособия у вас будут продлены до конца эпидемии плюс 30 дней. Но есть одно условие, о котором каждый иностранец должен будет помнить, и я вам сейчас расскажу, какое именно. Если же вы, родители, подали заявление после 30 мая 2019 года, то, как я вам сказала ранее в своем ролике в начале, что вам децизия была выдана на период, либо же там карты, либо вашего легального пребывания, но сам факт, вы можете получать это пособие до 30 мая 2021 года. Как я вам и сказала, чтобы продолжать, и чтобы вам дальше платили пособие 500 плюс, то вам нужно будет подать заявление. Уже с 1 февраля 2021 года открываются онлайн-внески, то есть вы можете через свой банк, либо же через систему Эмпатия подать заявление на продление, чтобы получать 500 плюс. Таким образом, в 2021 году 500 плюс будет оформлен с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года. То есть, что с 1 февраля вы можете подавать уже онлайн через системы мобильный банкинг, например, через ЗУСПУЭ, либо же через платформу при помощи электронной подписи вы также можете оформить данное пособие. А уже с 1 марта вы беспроблемно можете обратиться в Ужент МОПС, да, и уже оформлять там стационарно, если же вы не можете это сделать онлайн. Когда же будут начисляться 500 плюс в 2021 году? Если же вы подадите заявку до конца апреля, то беспроблемно, бесперерывно вы будете дальше получать после 31 мая 2021 года. Когда же будут выплачиваться 500 плюс в 2021 году? Если вы подадите заявку до конца апреля 2021 года, то до конца 30 июня вам уже выплатят следующие 500 плюс. Если же вы оформите пособие с 1 мая по 31 мая 2021 года, то выплаты вам начислят до конца июля 2021 года. Если же вы оформите с 1 июня по 31 июня, то получите пособие до августа месяца, до конца августа месяца. Если же с 1 июля по 31 июля, то пособие получите до конца августа. Если же оформите заявку с 1 августа по 31 августа 2021 года, то 500 плюс получите до конца октября 2021 года. Конечно же ходят слухи о том, что возможно 500 плюс будет отменен, точнее переведен в боны и нам будут начислять в будущем в итоге давать родителям боны для того, чтобы рассчитываться ними где-то там например в садиках, либо покупать одежду детям, либо игрушки, но это все в проекте. На данный момент все остается без изменений в 2021 году, поэтому если вы на данный момент получаете 500 плюс, то не забудьте, что с 1 февраля вы можете уже подать на продление 500 плюс обязательно заявку. Если же у вас нет возможности сделать онлайн, то уже с 1 марта вы сможете подать новое заявление на продление 500 плюс. Если же вы не знаете как заполнять внески на 500 плюс, то я вам записала специально видео, как это заполнить, чтобы не было никаких проблем. Для того, чтобы получать 500 плюс, когда вы делаете это онлайн, вы должны прикрепить копию паспорта своего и ребенка, а также копию карты своей и ребенка, а также децизии на карты. Только один родитель имеет право подавать такое заявление на получение 500 плюс на каждого ребенка в семье, вне зависимости от ваших доходов. С 1 февраля нужно будет заполнить онлайн, либо же с 1 апреля можно будет заполнить до конца апреля в версии такой печатной. Поэтому что онлайн, что версия печатная, она одна и та же, поэтому я вам покажу как здесь заполняется, а вы уже исходя из электронной версии будете дальше заполнять. Как вы увидели, то нужно будет заполнить СВ1 внесок, то есть внесок о установлении права до шведшения выхов вовчега. И первое это назва органу восью веку. Если вы не знаете, какой должен быть орган, куда вы отправляете и как он называется, то я вам советую сделать так. Войти в гугл просто, я, например, живу в Гдыне и вписать, например, 500 плюс Гдыня, где звожить. Да, вот, например. И смотрите, у меня есть тут видео справа сполочных, уже на то место Гдыни и под адресом. Поэтому я полностью эту всю информацию с интернета просто переписываю. Здесь мы заполняем данные того, кто подает на 500 плюс, то есть одного из родителей. Значит, например, Ольга Калинько. И здесь очень важно то, что если у вас нету, например, песселя, потому что здесь пессель, дата рождения вашего указывается. Если же у вас этого нету, тогда нету песселя, значит, здесь ставите прочерк и в пункте 5 заполняете номер песселя. Если же у вас пессель есть, тогда номер 5 мы не заполняем. Он у меня есть, поэтому я его здесь заполню. Вы пишете свой пессель, так, и дату рождения вы тоже пишете свою, когда вы там родились. Дальше обовательство. Номер 6, то вы заполняете такого, как у вас есть, например, да, там, украинский. Станцы Вильны. Я вам также дам ссылочку еще на такое онлайн заполнение, то есть вы можете онлайн заполнить и просто распечатать, например, да, если вы не хотите заполнять, и у вас нету, например, возможности заполнить там через банк, либо же через ЗУСПОЭ. Вот, поэтому здесь вы заполняете в пункте 2 свой стан цивильный. Если же вы не знаете, какой у вас стан цивильный, то вот здесь есть примеры, что вам нужно указать. Я, например, разведена, да, если же вы не в браке, тогда панна, если же женаты, замужем, то заменжена женаты, да, то есть поэтому в связи с вашим статусом, то и заполняете. Дальше, адрес вашего проживания, то есть следующий адрес замешкания. Там, где вы проживаете, вы должны будете заполнить, то есть гмина, например, Гдыня у меня, код почтовый заполняете, город заполняете, например, у меня тоже Гдыня. Дальше, дальше улица, номер дома. И здесь, в пункте 8, желательно, чтобы вы указали свой адрес электронной почты, да, например, Ольга, кропка, там, Куинько, Мапа, ВПУПЛ. Потому что децизия вам придет либо же на адрес электронной почты, либо же на адрес вашего проживания. Конечно же, лучше всего всегда иметь на электронной почте, потому что вы всегда можете проверить, да, когда у вас децизия и так далее. Если же у вас нет такой возможности, и вы не пользуетесь электронной почтой, тогда вам просто децизия придет на адрес вашего проживания. Следующая страница. Здесь будут указываться дети, то есть вы должны будете заполнить информацию по поводу детей. И до 18 лет вы знаете, что вы можете оформить 500+. То в первой, там, где данные детска, номер 1, вы заполняете имя ребенка, дальше фамилия ребенка. Если же у ребенка нету ПЭСЛ, тогда ПЭСЛ не заполняете, заполняете серия и номер документа. Если же у ребенка есть ПЭСЛ, тогда только заполняете ему, например, ПЭСЛ, да, а серия и номер документа ничего не заполняете. Ну и, понятное дело, дату рождения вы тоже должны будете ребенка заполнить. Дальше. Какое у него гражданство вы заполняете? Станцы, финны, дети, это, понятное дело, либо же панна, это если девочка, либо же кавалер, если мальчик. И здесь ПЭСЛ, то указывает, если К, это девочка, либо же М, это мужчина, то есть мальчик, да. Если у вас есть второй ребенок, то, значит, указываете данные второго ребенка, дальше данные третьего ребенка и данные четвертого ребенка. Если же у вас больше четырех детей, то тогда я вам расскажу, что делать дальше. И теперь мы переходим уже к третьей странице, здесь поучения и ошвечения. Самое главное, когда вы переходите к этой третьей странице, то я вас очень сильно прошу прочитать пункт номер два, право до швечения в ухо-вово-чегу. Потому что вот здесь вот как раз и описывается, кто может получить 500+. И, кстати, не обязательно иметь карту с доступом к рынку труда. Можно иметь и визу более шести месяцев, которая важная, рабочая. Можно также и студентам, те, которые учатся. В общем, почитайте вот пункт два. Если вдруг вам где-то отказывают в уделении 500+, то возьмите им и покажите эти пункты, которые же они сами здесь и прописывают. Самое главное затем еще спуститься в самый низ, уже в самый-самый низ страницы. И здесь будет два пункта, которые вы должны либо отметить галочкой, либо же крестиком. И первое это то, что никто из ваших членов семьи не пребывает за границей территории Польши. И второй пункт это, если кто-то пребывает. Что это означает? Что если, например, вы живете здесь, да, а ваш муж работает за границей, то вы тогда обозначаете пункт два. Но просто потому, что там кто-то, дети находятся за границей, то так, к сожалению, 500+, вам не дадут, потому что дети должны быть на территории Польши. Поэтому, если вас не касается второй пункт, то есть никто не находится у вас за границей, то вы обозначаете здесь не. Также очень важно, кого это касается, здесь вы можете также почитать, потому что приписок координации системов и обеспечения спорта шнега мыаем застасывание на террине. То есть вот этот пункт второй не касается иностранцев, которые находятся с третьих стран. Поэтому, если вы с третьих стран, то есть там с Украины, с Белоруссии, с России, с Молдовии и так далее, то вы должны будете обозначать крестиком пункт 1, то есть никто у вас не ошибыва за границей. И приходим к последней странице. В принципе, здесь тоже будет очень все легко. Здесь только те, кто обозначил, что да, у них находятся члены семьи за границей, должны будут расписать имя, фамилию, номер Песеля, на какой период вы ехали за границу работать и так далее. Но нас это не касается, поэтому мы переходим уже практически к концу. Самое важное, это здесь. Вы здесь должны указать свой банковский счет, куда вам будут переводить деньги. И помните, что в Польше не переводятся деньги на номер карточки банковской, а именно на номер счета. Поэтому здесь заполняйте свой номер счета. И дальше вы должны будете заполнить, что вы прикладываете к внеску. То есть, например, копия паспорта, копия зазволения, например, либо же копия карты побыта, копия децизии. Кстати, децизия – это один из немаловажных документов, которые нужно прикладывать к документам. Потому что если у вас, например, есть только карта побыта, а нет децизии, то даже работодатель имеет право вам отказать в трудоустройстве вас без децизии. Потому что децизия – это самый основной документ, после него уже идет карта побыта. Как часового, так и сталого. Вот здесь, поэтому пишите там, например, копия. И здесь как раз пишите. Потом дальше вы указываете город, где вы проживаете. Дальше дата, когда в заполнении, например. И подпись, то есть имя, фамилия ваша. На этом все и заканчивается в заполнении внеска. Как видите, ничего здесь страшного вообще нету, чтобы заполнить этот внесок. И теперь переходим к тому моменту, когда у вас более четырех детей. Если же у вас более четырех детей, то вам нужно будет заполнить дополнительный заложник. Я вам также его оставлю в инфобоксе. Тоже будет все дальше практически одинаково. Тут только две странички. Значит, вы в самом верху заполняете свои данные. Дальше в пункте 2 заполняете ребенка 5-го, там 6-го. Если у вас там 7-й ребенок есть, то есть тоже все его данные просто заполняете. И затем в самом низу вы должны снова указать город, дата и ваша подпись. И все. Только помните, что этот заложник, грубо говоря, номер 1, СВУ1З, вы заполняете только тогда, когда у вас более четырех детей, и они у вас не поместились при заполнении первого внеска. Всем остальным нужно будет заполнить только один внесок. Это СВУ1. Можете его заполнить онлайн, как я вам сказала, можете его распечатать и заполнить вручную. Все ссылочки я вам оставлю в инфобоксе. Надеюсь, что видео было для вас информативным и полезным. Оставляйте свои комментарии, если у вас еще остались вопросы. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока.